Друзья, всем большой привет! Ранее я обещал опубликовать видео о приспособлениях, которые делают возможность зарабатывать деньги даже при наличии малых вложений и своего труда соответственно. Ранее я показывал деревообрабатывающий станок, сегодня же покажу станок, который может создавать доски для их дальнейшей обработки, соответственно доски из бревен. Итак, перед вами портативная пила рама на основе бензопилы «Калибр». Основные параметры – вес порядка 70 кг, из них 45 кг – это самостанина, 25 кг весит рамка с бензопилой. Длина бревна для распиловки 2,2 метра. Можно увеличить распиливаемое бревно, удлинив рельсу. Ширина бревна до 60 см. В основе конструкции лежит направляющая из уголка, на которой перемещается рамка, перемещается она путем скольжения. Узлы трения выполнены из специального материала, который имеет износостойкость выше, чем у металла, из которого как раз таки сделана направляющая. А сопротивление трению ниже, чем у стали в три раза у данного материала. Вспомнить бы, как он еще называется. За основу силового агрегата мы взяли бензопилу «Калибр» 2600У. Вы ее уже, наверное, не раз видели. Вкрутили большей длины шпильки, где-то на 2 см больше длины, которые изготовили из прута. В магазине сказали, что там 10 класс прочности. Обычная шпилька. Бензопила к пилораме крепится при помощи двух стандартных гаек, которые держат крышку тормоза. Механизм подъема бензопилы вертикальной плоскости еще требует доработки, но также крепление производится при помощи все тех же двух стандартных гаек. То есть, унифицированность, работа при помощи одного ключа, который идет в комплекте с бензопилой. Дальше я покажу вам как раз таки механизм подъема и эти гаечки. И простота конструкции. Естественно, на данный момент есть минусы. Есть небольшой люфт при вертикальном подъеме у бензопилы. Мы планируем его устранить. Но для начала нам нужно приобрести шину Штиль. У Штиля есть шина на 70 и на 90 сантиметров. 1,3,3,8. И мы ее хотим закрепить и за носок шины. Для того, чтобы равномерно поднимать саму бензопилу и носок. И регулировать во всех плоскостях практически подъем пильного полотна. На данный момент на бензопиле стоит шина на 60 сантиметров. 325,1,5. Это единственная шина более 50 сантиметров длиной, которую мне удалось в принципе найти. Повторюсь, только Штиль я смог найти в нашем городе на 70 сантиметров и на 90 сантиметров. На 70 сантиметров Штиль стоит 5000 рублей. На данный момент финансы мне не позволили приобрести шину на 70 сантиметров. Но я планирую все-таки ставить шину Штиль. Так как у нее паз 1,3, на этот паз есть цепи 1,3,3,8. И они идут как раз таки для продольного распила. Сейчас у меня стоит обычная Штилевская цепь. Причем стоит заметить то, что здесь прямой зуб, так называемый чизель. И он не предназначен для распиловки продольной. Потому что у меня есть бензопила Калибр с шиной Орегон на 45 сантиметров. И я у Штиля купил цепь для продольного распила. У нее другой угол заточки. Он уже идет с завода таким. И там как раз таки зуб не такой. Он как мы привыкли, полукруглый. То есть обычный зуб, он более предназначен для продольной распиловки, чем агрессивный, как вам проще объяснить, чизель. Вот этот прямой зуб. Но как вы видите, получается и таким зубом, такой цепью, даже под заточку в 30 градусов, распиливать вдоль бревнышки. Это бревнышко, что на видео, диаметром было порядка 40 сантиметров. Длина у него 80 сантиметров. И я посчитал, где-то в районе полутора минут у меня потребовалось, ушло на распиловку одного слева, то есть на один пропил. Материал этот орех, орех заготовки июня месяца. Не скажу то, что он сырой, не скажу то, что он мокрый, он просушенный. Какая там влажность, я не знаю. Но идет так, что-то среднее между сухой древесиной и мокрой древесиной. Пила тянет по поводу того, что кто-то скажет, что эта пила погибнет на этой пилораме. Конечно, рано или поздно она погибнет. Но нужно тоже с умом подходить. Нужно давать обороты примерно такие, как пила набирает при распиловке радиальной, то есть при обычной работе, поддерживать эти обороты и дозировать нагрузку. Через каждые 40-50 сантиметров я останавливаюсь секунд на 5-7, для того, чтобы произвести остановку, работу на холостых, как это происходит при обычной распиловке. То есть мы круглышок отпилили, бензопила в привычном темпе работы работает на холостых несколько секунд, потом снова на максимальных. Потому что работать только на максимальных или только на холостых для этих движков совсем не гуд. Будем имитировать работу в тех же режимах, в тех же оборотах, в диапазоне оборотов тех же, как и она работает при радиальной распиловке. К вопросу о том, вообще для чего эта пилорама, нужна ли она, многие люди говорят, вот такие глупости. Вот есть ленточная пилорама, есть там пилорама тайга. Конечно, никакую конкуренцию такая пилорама не составит промышленным станкам, но у нее есть масса плюсов. Я вот эту станину один могу погрузить в легковой прицеп. Можно погрузить в тот же каблучок, пирожок, в газель эту пилораму. Ее можно самостоятельно вытащить из этой газели, дотащить до бревна, поставить рядом, вкатить бревно на эту пилораму. Рамка ничем в конструкции не крепится, она снимается точно так же легко, переносится и устанавливается. То есть, эта пилорама портативная прежде всего. И нацелена на распиловку. Именно недосок из сосны и еще чего-то. Конечно, можно и сосну, и березу распиливать. Но прежде всего, это ценные породы. Потому что результативность одного пропила в денежном эквиваленте по ценным породам, соответственно, будет намного выше. Некоторые люди оказывают услуги по распиловке. Приезжают и на такой пилораме производят распиловку. Мне, кстати, в год там 2-3 человека дозванивается. Даже при том, что я не даю рекламу, просто знаю, что у меня там есть бензопила, слэбы дозваниваются, говорят, вы можете приехать распилить, или давайте мы вам привезем дерево, вы его распилите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как считаете, сколько денежек брать за 1 куб распиловки. Как вы знаете. Если знаете, напишите то, что да, знаю, либо как вы предполагаете. Я лично предполагаю то, что в районе 150 рублей за метр пропила брать. У меня сейчас пилорама еще не до конца доработана. Я хочу поставить винтовой подъемник для того, чтобы полностью контролировать высоту поднятия. Делать это не на глаз, а именно точно. Закреплю сбоку на механизме подъема линейку металлическую с двух сторон, для того, чтобы до миллиметра выдерживать вот этот подъем и распускать идеально точно доски. Сейчас у меня есть проблема, которая связана с тем, что кончик шины немножко имеет люфт, но удивительным образом это никак не проявляется на уже готовом изделии, то есть изделие без дорожек. Иногда возникают дорожки, когда пилу вводишь назад-вперед. Стараюсь пилить в один пропил, и пилы хватает. Кстати, по поводу расхода топлива. На 80 сантиметров пропила у меня уходит где-то треть, а то бывает и четверть бака. Я ставил бензопилу калибр 1800У. Признаюсь честно, там была не очень хорошая, даже я бы сказал, не хорошая цепь. Правда, 1,338. Эта бензопила пилила, и пилила очень, кстати, бодро. Примерно так же, как 2600У с этой шиной. Но там уходило топлива больше. Может, это зависит от настройки, но, скорее всего, это зависит просто от цепи. Более ставить эту пилу на пилораму я не пробовал. Это будет в дальнейшем. Бензопила, кстати, крепится предельно просто. И с первого раза понятно, как ее закрепить, потому что иначе ее никак не закрепишь. Там вырезаны пазы, поставил ее и пошел. Можно, конечно, закрепить ее другую пилу. Практически любую. По поводу того, сколько стоит эта пилорама. Я вам скажу честно, делал ее я не своими руками, делал ее человек, который с нами работает. Делали ее из вторичных материалов. Приобретали только уголок. Можно эту пилораму, если хотите, координаты оставлю, закажете. Человек вам сделает такую же пилораму. Выходит она порядка 20 копейками тысяч. Довольно дорого стоит вот эта направляющая. Ну и металл, сами знаете, штука недешевая. По поводу того, что кто-то сейчас напишет, я в гараже за полдня сделаю лучше. Конечно, ребят, сделайте. Абсолютно согласен. Но тут есть несколько технических решений, к которым мы пришли буквально с десятого раза. Продолжение следует... С вами был Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует...